Любое техническое транспортное средство требует определенного ухода. Например, в автомобиле вы должны регулярно менять свечи сжигания, менять масло, менять тормозную охлаждающую жидкость, менять тормозные диски, тормозные колодки, еще много-много всего. Моноколесо достаточно сложное техническое средство по стоимости, сравнимое со стоимостью поддержанного отечественного автомобиля. Требует ли оно технического обслуживания? Как часто и в каком объеме мы рассмотрим в данном выпуске. Погнали! Для начала давайте рассмотрим, из каких узлов состоит моноколесо и попытаемся понять, что же такого в нем вообще надо обслуживать. Про камеру и покрышку в данном ролике говорить ничего не будем, с ней все понятно. Поэтому начнем с мотор-колеса. Это основной движущий элемент конструкции, в котором, спасибо Кэп, расположен мотор. Внутри мотор-колеса расположен подшипник, а точнее их два. В самом центре мотор-колеса расположена ось. Хотя, если рассматривать с точки зрения мотор-колеса, то, пожалуй, будет более правильно называть ее вал. К оси крепятся стойки педалей. Их основная роль соединительная. Ну и очевидно, что к стойкам крепятся сами педали. Кроме этого, к стойкам крепится еще и корпус. Он нужен, чтобы закрепить и оберегать от падания воды всю электрику. Среди которой можно выделить аккумулятор, как основную емкость электроэнергии, контроллер, это блок управления мотор-колесом и всеми системами, ну и, собственно, сами эти системы, которые мы назовем прочая электроника. Это всякие лампочки, кнопочки, колонки и прочие ништяки. Разберем эти элементы по порядку и поговорим, на что стоит обратить внимание в каждом из этих элементов. Но для начала, позвольте вставить пару слов о разборке моноколеса. На данный момент все производители находятся в поиске оптимальной конструкции, поэтому разбираются все моноколеса по-разному. Даже у одного и того же производителя конструкции корпуса могут радикально отличаться. Поэтому пользуйтесь инструкцией, которую вы без труда найдете в сети. Итак, мотор-колесо. Внутри него, по сути, расположены статор, ротор и датчик холла. Единственное, что тут подвержено износу, это магниты. Со временем они теряют свои свойства, но можно выдохнуть. Магниты там не ферритовые, поэтому послужат еще и вашим прапраправнукам. С обмотками статора и ротора ситуация не сильно сложнее. Если производитель доброкачественный, то обмотка сидит намертво. И даже дополнительно может быть покрыта лаком. В противном случае, от постоянных физических воздействий на мотор-колесо, их лаковая изоляция может перетереться и коротнуть. Это одна из причин подходить внимательно к выбору производителя. Если вам не повезло, то можно пролачить обмотки. Только учтите, что, как правило, для этого используют несколько слоев специального лака, каждый слой которого нужно сушить по несколько часов при температуре 110 градусов. И недосушка слоев может привести к весьма печальным последствиям. Кроме того, несколько дополнительных слоев лака немного повышают шанс перегрева мотор-колеса. В общем, тут решать вам. Если же с обмотками все в порядке, то, по сути, самое важное, что необходимо сделать, это проверить и при необходимости восстановить гидроизоляцию. Попадание воды в мотор-колесо случается редко. Обезопасить свой транспорт от этого можно двумя способами. Пролачить все внутри, чтобы даже если вода попадет внутрь, это не стало критичным. Либо же сделать все, чтобы вода внутрь не попала. Можно промазать по стыку герметиком или консистентной смазкой, как я поступил в видео по 18L, ссылочка в описании. Но я бы предложил другой способ, куда более простой и эффективный, о котором я расскажу в следующих видео, когда буду разбирать InMotion V8 и Kinson 18L. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и, пожалуй, по мотор-колесу на этом все. Ну и переходим к подшипнику. Тут все просто. Слушайте его, вращая моно-колесо на весу, а также во время эксплуатации. Слышите, как будто песок попал или какие-то непонятные звуки хрусты? Пора менять подшипник. Сделать это, в принципе, можно самостоятельно с помощью съемника, если он у вас имеется. Ну, либо отнести ближайший сервис. Уверен, что если возникнет необходимость замены, то вы приобретете самый качественный подшипник на замену, чтобы как можно дольше не вспоминать об этой проблеме. На данный момент я бы не рекомендовал использовать керамические подшипники. Особых бонусов вы от них не получите, но керамика более хрупкая, имеет потенциальный риск разлететься на прыжках и кочках, что может привести к самым трагичным последствиям. Если со звуком подшипника все в порядке, то неплохо бы снять защитные накладки и проверить смазку. В случае необходимости заменить, полностью удалив старую. Делать это желательно один раз в 5-10 тысяч. Ну, в зависимости от условий эксплуатации. Ось. Она же вал. Чертовски опасная штуковина. Ведь на ней, по сути, держится все. И все ко всему вокруг нее и вращается. Главное, что нам требуется, чтобы она не согнулась и не сломалась. Ну, если она сломается, вы сразу об этом узнаете. И об этом отдельно вещать не нужно. А вот если она погнулась, то очень важно это вовремя заметить. Минимум, что вы должны тут проконтролировать, это расстояние от стоек до корпуса. Если оно разное или слишком маленькое, то либо ваша ось согнулась, либо сами стойки. Найти качественно ось для замены может быть непростой задачей. Поэтому я бы рекомендовал бережнее отнестись к имеющейся. Со стойками две беды. Их деформация, получаемая, как правило, при падении мотора колеса или от прыжков с высоких бордюров, определяется тем же методом, что и изгиб оси. И вторая проблема – это ухудшение сцепления между стойкой и осью. В связи с тем, что механизмы крепления стойки и оси у разных колес различаются, то и диагностика может отличаться. В большинстве случаев, если при выполнении маятника вы слышите стуки или щелчки в крайних точках, то необходимо немедленно ликвидировать образовавшийся люфт. Как правило, для этого потребуется протяжка крепления стойк с обязательным применением фиксатора резьбы. Следующим элементом в нашем списке являются педали. Их конструкции сильно различны, поэтому и подход будет индивидуальный. Но в целом все сводится к тому, чтобы проверить симметрию педалей, проверить, не провисли ли они, смазать механизмы раскладывания педалей в нужных местах. И, возможно, очистить от грязи и обработать защитной жидкостью сопутствующие механизмы типа пружин. Кроме того, в любом случае стоит проверить и затянуть все винты крепления педалей. Из-за вибрации они часто ослабевают или вовсе теряются. Поэтому очень настоятельно рекомендую их посадить хотя бы на синий фиксатор резьбы. Корпус. Практически любое моноколесо периодически подвергается падениям. И, как правило, всю силу удара принимает на себя корпус. Вследствие чего образуются сколы, трещины и деформации, нарушающие гидроизоляцию колеса. Впрочем, ее изначально может толком не быть. Даже известные производители колес иногда относятся к этому весьма халатно. Поэтому ваша задача – осмотреть корпус на наличие трещин и других повреждений. А также найти и изолировать все места, где может проникать вода, востек с аккумулятором, контроллером или любым другим электрооборудованием. Также надо убедиться, нет ли деформации или других повреждений. Ну, например, трещин в районе крепления стоек педалей к корпусу. Для электроники это также может быть в убедении. Аккумулятор. Аккумулятор – это одна из самых дорогостоящих частей современного моноколеса. Очень подробно я о нем рассказывал в предыдущем выпуске. Если вы не смотрели, обязательно сделайте это. Ссылочка сейчас на экране. Если он сильно греется при эксплуатации, если слишком быстро заряжается или заряжается, если он имеет любые механические дефекты или повреждения, это повод срочно провести его диагностику. Диагностика в большинстве случаев сводится к физическому осмотру повреждений и замеру напряжения и емкости на последовательных блоках аккумуляторной батареи с дальнейшим выявлением испорченных элементов и их заменой. И еще. Во многих моноколесах отсутствует балансировка аккумуляторной батареи. В этих случаях хотя бы иногда рекомендую проводить ее вручную, используя дополнительное оборудование. После того, как вы доберетесь до контроллера, первым делом рекомендуется осмотреть его на предмет физических повреждений, окислений и следов коррозии. Также посмотрите, нет ли признаков падания воды в отсек контроллера. Какой бы герметичный корпус ни был, такой шанс всегда неизбежно остается. Для того, чтобы это не привело к фатальным последствиям, все добросовестные производители покрывают платы лаком или компаудом. Если вы видите, что это сделано халтурно или есть дефекты, нарушающие это покрытие, то рекомендуется еще раз обработать контроллер. Также стоит обратить внимание на радиатор контроллера. Как правило, он выводит с вас всех мотор колеса, и гидроизоляция его крепления крайне важна. Понятно, что кроме контроллера в колесе имеется масса других электрических элементов. Фары, кнопки включения, индикатор заряда, динамики, кнопка сна или тензодатчик и так далее и тому подобное. Попадание на них влаги зачастую не будет чем-то критичным, но может создать весьма неприятные сложности в эксплуатации. Поэтому рекомендуется также уделить внимание и гидроизоляции. И поскольку у каждой модели колеса не уникальны, то руководствоваться здесь я предлагаю в первую очередь здравым смыслом. Ну и самое время подвести итоги. Теперь, когда я перечислил все основные виды работ, давайте разберемся, когда и как часто требуется их производить. Во время эксплуатации не забывайте периодически слушать работу подшипника. Следите за температурой и скоростью разрядки и зарядки аккумуляторной батареи. Ну и также стоит обратить внимание на посторонние звуки. Если вдруг ваше колесо упало и ушиблось, то после каждого такого коллапса стоит осмотреть корпус моноколеса, посмотреть нет ли зазоров между стойками педалей и мотор-колесом. Ну и если инцидент произошел при наезде на препятствия, стоит проветрить геометрию обода мотор-колеса. Само техническое обслуживание я бы рекомендовал проводить раз в сезон. Хотя это очень сильно зависит от того, как часто и по каким дорогам, с какой интенсивностью вы используете свое моноколесо. В данное техническое обслуживание входит разбор моноколеса, осмотр моноколеса на наличие механических внутренних повреждений, контроль отсутствия следов воды во всех блоках моноколеса, смазка подшипника и педалей при необходимости, также осмотр всех гидроизоляционных соединений внутри корпуса и в случае необходимости замены прокладок и обработки герметиком. Ну и последнее это проверка всех креплений и протяжка всех болтов моноколеса. И хотя этот пункт я выписал последним, он, пожалуй, остается самым важным. Остается отметить, что если вы не любите возиться с техникой, то, пожалуй, будет хорошим вариантом отдать в сервис. Только, пожалуйста, не отдавайте ваше моноколесо в гараж дяде Васе или в сервис, который не занимается ремонтом колес. Ведь моноколесо является сложным техническим изделием, более того, оно является средством повышенной опасности и от него напрямую зависит ваше здоровье. Поэтому для проведения технического осмотра лучше отдайте его в надежный проверенный сервисный центр. А теперь самое время перейти о теории практики. Я поделюсь, как я делал техническое обслуживание для моноколес KINSON KS18L и INMOTION V8. Но это уже будет в следующих выпусках. Ах да, если я где-то был неточен, что-то забыл, или вам есть что добавить, пишите об этом в комментариях. Также напишите, какое у вас моноколесо и какое техническое обслуживание вы ему проводили. С вами был Анатолич, канал Чёртово Колесо, ровных вам дорог и безотказной электроники. Субтитры создавал DimaTorzok